как уже было сказано в предыдущих фильмах из этой серии отцом-основателем производства и продажи обработанного гранита считается шотландец александр макдональд его технологический прорыв в этой области в 30-е годы 19 века был обусловлен появлением паровых машин и как следствие станков с приводом от этих паровых машин а также рисов для этих станков и ручных инструментов из закаленной стали после чего обработка гранита стала возможной и экономически целесообразной а вот чем был связан прорыв коллеги александра макдональда русского каменотеса самсона суханова которому приписали авторства чуть ли не половины всего питерского гранита совершенно непонятно официальная хроника скупо сообщает как например были изготовлены колонны исаакиевского собора все работы при ломке сих гранитов равно как и у древних производятся одной силой рук хорошо пусть будет одной силой рук хотя в это сложно поверить но нужно еще учесть это что до того как человек научился использовать и обрабатывать гранит в натуральном его виде то есть до того как появились инструменты и механизмы для его обработки гранит был интересен человеку не только как цельный камень но и как источник зерна то есть зерен кристаллов из которых он состоит отсюда и происхождение его название гранит значит зернистый или состоящие зерен в славянских языках для обозначения гранита применялось другое слово дрельсвяник то есть камень легко превращающийся в дрельсву слово легко тут явно имеет прикладное значение адресва это гравий и песок продукт естественного или искусственного разрушения дрельсвяника вот как описываются различные виды гранита в русском источнике горный журнал выпуск 1895 года существует несколько разновидностей гранитов в петрографическом отношении главных две серый и розовый отличающиеся по цвету ортоклаза и далее граниты одного и того же месторождения отличаются перемежаемостью полос твердого и рыхлого дрельсвяного камня с крайне слабой сцепляемостью зерен рассыпающегося легко в крупный песок про крупный песок запомним нередко дрельсвяные граниты имеют значительное распространение преобладают в данной местности образуя как бы самостоятельную породу из слежалых зерен 19 веке в россии в научном обороте существовали такие понятия как дрельсвяной камень и дрельсвяные граниты которые легко распадались на зерна а зерна в свою очередь в крупный песок на основе гранитных зерен и гранитного песка люди научились приготавливать гранитный бетон и гранитную штукатурку поэтому искусство египетское в петербурге возобновленное это возобновление производства искусственного они натурального гранита противном случае возникает вопиющее историческое нестыковках которую можно проиллюстрировать например таким образом представим на минутку что пионерами в области авиации все также считаются американцы братья райд но с одной маленькой оговоркой когда они совершили свой первый полет на планере с двигателем внутреннего сгорания северной каролине русские летчики за 20 лет до них уже преодолели северный ледовитый океан и приземлились в ванкувере и это практически полная аналогия того как соотносятся первые отполированные гранитные плиты для памятников александра макдональда 1832 год и 56 колонн казанского собора 1811 год и даже то что самсон суханов обрабатывал гранит вручную а александр макдональд с помощью станков и паровых машин ровным счетом ничего не меняет мануфактурный труд суханова и его каменотесов это тоже промышленный труд и промышленное производство так что казалось бы первенство должно быть за ним за сухановым они за макдональдом но российские и британские историки суханова пионером в области обработки гранита не считают и с александром макдональдом его не сравнивают значит их сравнивать неуместно потому что они работали с разным по качеству гранита один с натуральным а другой с искусственным практически прямое доказательство что суханов работал именно с искусственным гранитом находится в самом центре москвы на красной площади памятник минину и пожарскому гранитный пьедестал которого был изготовлен все тем же петербургским каменотесом самсоном сухановым пьедестал главного памятника российской империи он символизирует начало правления династии романовых выполнен из финского гранита рапа киви что в переводе как уже было сказано ранее означает гнилой камень почти все изделия суханова из этого гранита у рапа киви есть еще одна важная особенность он относится классу крупнозернистых гранитов что это означает означает это следующее читаем подробное наставление для инженеров по применению гранита более чем официальный документ в журнале путей сообщения за 1842 год гранит бывает или крупнозернистый или средне зернистый или наконец мелкозернистый крупнозернистый выветривается и не способен для отезки конец цитаты вот вам и еще одно противоречие крупнозернистый гранит на воздухе недолговечен выветривается и не подлежит отезки то есть обработки инструментом однако большая советская энциклопедия называет его ценным строительным материалом из которого изготовлены гранитные блоки набережной невы и колонны исаакиевского собора и пьедестал памятника минину и пожарскому который внутри полый зачем его выдолбили изнутри какая в этом была необходимость разве что облегчить его вес при транспортировке но труд хорошего каменотеса стоит дороже чем транспортные расходы да и гранит мог треснуть с такими тонкими стенками зачем так рисковать особенно с учетом того что рапа киви даже через 30 лет после изготовления этого пьедестала считался плохим камнем для его обработки ручным инструментом но все сразу становится на места если этот пьедестал был изготовлен по технологии гранитного бетона укладываемого в опалубку на колоннах исаакиевского собора если смотреть на них под определенным углом можно увидеть границу между двух соседних заливок нечто подобное просматривается и на александровской колонне что и неудивительно нужно было дождаться чтобы нижняя заливка застыла и только после этого можно было заливать дальше видимые границы между заливками аккуратно зашлифовали но их следы все равно остались официально тело александровской колонны установили на место уже в готовом виде а рисунки монферрана этапов строительства колонны могли быть обыкновенной дезинформации чтобы поразить публику умением русских мастеров обрабатывать и перемещать многотонные гранитные глыбы а заодно скрыть от иностранных конкурентов секрет приготовления питерского гранита начало которому было положено в 60-е годы 18 столетия строительством дворцовой набережной вдоль зимнего дворца для производства такого количества блоков разные формы из искусственного гранита требовались производственные мощности и помещения где же они могли располагаться чтобы не возить готовые гранитные блоки издалека их производство должно было находиться где-то рядом по крайней мере недалеко от места строительства обратите внимание блоки дворцовой набережной первой гранитной набережной санкт-петербурга имеют сложный рельеф очевидно что его не высекали ручным инструментом это дорого и не продуктивно а создавали в специальных формах подобных тем что продаются вместе с детским пластилином о первых гранитных стройках петропавловской крепости и дворцовой набережной нам расскажет уже упомянутый в предыдущих фильмах источник берег невы реки от литейного двора до угла галерной улице длину на тысяча шестьсот пятьдесят сажен слишком три версты то есть более трех километров за исключением адмиралтейства выложен со всеми укреплениями и тротуарами из гранита упомянутый здесь литейный двор на плане санкт-петербурга 1756 года подписан числом 17 красная линия отмечена дворцовая набережная кстати насчет пушечных ядер которые изготавливали не только из металла но и из камня официально считается что применение каменных ядер в российской артиллерии закончилась в 16 веке однако в учении и практике артиллерии за 1711 год это по сути своей артиллерийский устав изданный по велением его царского величества петра первого наряду с железными и свинцовыми ядрами упоминаются также и ядра каменные и в более раннем аналогичном уставе начала 17 века переизданном во времена екатерины второй также есть упоминание о каменных ядрах и даже в таком контексте что каменные ядра можно делать двумя способами обтесывать камни если каменное дело пушкарю знакомо а если не знакомо то ядра можно запекать в печи как кирпичи из какого материала запекали такие ядра в печи не сказано из глины маловероятно керамические пушечные ядра никогда не применялись в артиллерии ввиду легкости и хрупкости этого материала там же в этом артиллерийском уставе неоднократно упоминаются различные химические вещества в том числе селитра и нашатырь необходимые для приготовления пороха про нашатырь уже было сказано он в основном поставлялся в европу с 15 по 19 включительно век из египта всеобщая химия фердинанда ивановича гиза изданная в россии в 1815 году сообщает что до недавнего времени египет был эксклюзивным производителем и поставщиком нашатыря из селитра в европу поставлялась тоже в основном из египта ее добывали более простым и экономичным способом чем в других странах египет самсон суханов гранит санкт-петербург и нашатырь то есть хлорид аммония все они объединились в одном бюсте юпитеру аммону да еще и с видом из окна на казанский собор с его гранитными колоннами от самсона суханова почему бы нам не связать подобным же образом каменные ядра с литейным двором где еще как не на литейном дворе можно было каменные ядра как кирпичи в печах ужечь довольно таки часто многие технологии сперва применялись военной сфере и лишь через некоторое время попадали в гражданское производство кстати угадайте с трех раз кто изготовил эти гранитные ядра то есть шары установленные на стрелке васильевского острова в санкт-петербурге и так думаю что рецепт искусственного гранита от самсона суханова нужно искать в следующем направлении гранит натуральный гранит состоит из разного рода полевых шпатов кварца и слюды а кварцевый песок как известно является сырьем для выплавки стекла то есть если искусственный гранит это зерна гранита в стекле то такой искусственный гранит и по химии и по форме и содержанию кристаллов является практически полной копии натурального гранита а стекло можно получить двумя способами термическим то есть плавлением кварцевого песка примерно до 1000 градусов в специальных печах это было и остается основной способ приготовления стеклянных изделий и химическим который был описан в источниках первой половины девятнадцатого века кремнезиум будучи превращен мелкий порошок растворяется в щелочных рассолах если только долгое время кипятить его а кипячение жидкостей это плюс-минус 100 градусов по цельсию добавлю от себя соединение кремнезиума с калий и натром легко получить сухим путем стоит сплавить песок с углекислой щелочью таким образом получается стекло и далее там же если потребить щелочи менее кремнезиума более получается стекло нерастворимое или растворимое в меньшей степени возможно на шатырь напомню его символизировал бюст юпитера омона в кабинете главного алхимика санкт-петербурга графа строганова был ключевым ингредиентом для приготовления искусственного гранита например при его добавлении в смесь кварцевого песка и щелочей калий и натр эта смесь застывала быстрее и становилась более прочной в этом как раз и кроется секрет долголетия питерского гранита из казалось бы гнилого камня рапокиви каждый его отдельный кристалл обволакивает стекло защищая всю гранитную отливку таким образом от проникновения воды и воздуха на картине григория гагарина изображено строительство александровской колонны зимой 1832 33 годов колонна уже стоит но ее основание закрыто каким-то капитальным сооружением из кирпича в стадии демонтажа очевидно что это была мастерская гранитных дел мастеров которые они изготавливали детали колонны какие детали видимо те что не могли сделать в обычной мастерской и поэтому их изготовление было организовано непосредственно на месте строительства после установки колонны оставалось закрепить на пьедестале барельефные плиты и элементы декора а также выполнить окончательную обработку и полировку колонны как сообщает нам официальный источник но чтобы закрепить на пьедестале барельефные плиты элементы декора и окончательно отполировать колонну разве для этого нужно строить капитальное строение с узенькими окнами чтобы в темноте выполнять эти в общем-то пустяковые по времени работы и что это под стеночкой лежит снегом припорошенная песок а для чего для строительства этой времянки так ее уже разбирают почему лишний песок не вывезли сразу же после завершения строительства этого кирпичного сооружения за ходом строительства колонны имени своего старшего брата из окна зимнего дворца наблюдал сам государь император и наверняка не раз лично заходил посмотреть как идет строительство чтобы не осраниться перед европейскими монархами раз уж взялся построить самую высокую триумфальную колонну в мире на тот момент плюс армия проверяющих которым до всего было дело так что на этой стройке можно не сомневаться был образцовый порядок и ничего лишнего кто служил в армии тот знает о чем я говорю скорее всего это был тот самый кварцевый песок который смешивали с разными щелочами и другими секретными ингредиентами получалось тестообразная масса в которую добавляли зерна гранита ну а далее полученную смесь аккуратно слой за слоем укладывали в подобного рода опалубку после затвердевания гранитного бетона опалубку снимали и ставили на более высоком уровне а для колонн меньшего размера применяли нечто подобное но принцип был такой же для экономии дорогой гранитной смеси сердцевину могли заполнить дешевым бетоном с камнями и ракушкой замешанных на известковом цементе потлан цемент изобрели позже в завершении этого фильма как и обещал ранее расскажу историю этих древнеегипетских сфинксов на университетской набережной санкт-петербурга их история интересна тем что у них нет никакой истории за пределами города в котором они установлены официально считается что они были найдены на развалинах таниса древнего города в дельте нила известным египтологом 19 века жан-жаком рифо но сам рифо об этом не знал и в своих мемуарах о них ничего не написал есть только упоминание об одном сфинксе из песчаника и находок фрагментов других сфинксов а как же большой сфинкс в лувре который тоже был найден рифо но в его мемуарах о нем тоже ничего нет египтологу приписали то чего он не находил вот так и творилась древняя в кавычках египетская история и такие же древние в кавычках египетские артефакты на этом египетская тема закрыта надеюсь что эти фильмы послужат подсказкой для тех кто работает с камнем и желает наладить выпуск искусственного гранита со свойствами лучше чем у натурального